Поле Еврейское поле Мы на самом деле знаем статистику, что в Израиле 80%, даже 85% жителей живут в городах И нам, городским жителям, иногда кажется, что деревня и поле, пшеница, это очень-очень далеко А оказывается, что всего в 10 минутах, может быть в 15 минутах езды от моего дома Есть такие замечательные просторы родной Израильщины Это место называется Мабохорон И туда мы приехали для того, чтобы посмотреть Вот видите, как видите? Видите? И вы тоже посмотрели сейчас Как сжигают пшеницу для выпечки мацы Есть, как мы уже говорили, маца ручная И есть маца машинная Так вот, для ручной мацы мы покажем позже, как сжигают колосы Как сжигают, как это называется, магаль С серпом О, ручным серпом А это вот комбайн Видите, мы с сыном наш переглянулись, какой чистый Джон Дьюр комбайн Вот такие вот чистенькие комбайны Жнут на полях родной Израильщины А это ситроен Который Вот, это уже готовые мешки, в которых они засыпали А вот так это происходило Интересно, что они следят Чтобы вот эта пшеница, зерна были Не было у них контакта с водой, с какой-то влажностью Ни в коем случае Видите, как тщательно они закрывают Чтобы сразу из рукава комбайна Это попало в рукав вот этого крана И сразу же после этого попало в мешок Видите? Мы это специально сняли Как они засыпают И это для машинной мацы Понимаете? Потому что то, что сжато комбайном Это уже сжато не рукой Это сжато с помощью какой-то машины Поэтому для машины мацы это хорошо Посмотрите, какой выходит сочный комбайнер Наш еврейский Вот Вот они теперь это загружают Сначала рукавчик А потом уже сами мешки И из этой пшеницы будут, как мы уже сказали, печь Машины мацы Обратите внимание Не только мы приехали сюда фотографировать Видите? Дяденька-фотограф Тоже работает Тоже работает Работает Вот он вот он Смотрим А вот поднимают крану Добрый день Мы сегодня Опять рассказываем Про мацот Почему именно сегодня? Вот сейчас только что прошел Песох А мы опять Хотим рассказать что-то про мацот Вроде бы до следующего Песоха Еще практически целый год Дело в том, что есть такое понятие маца-шмура Вы все, наверное, читали это на коробках Маца-шмура Такая шмура сохраненная От чего ее нужно сохранять? От того, чтобы был контакт пшеницы с водой Сейчас в земле Израиля пшеница уже созрела Ее, в принципе, можно сжинать И вы видите, что здесь сжинают серпом Да, как в старые добрые времена Потому что это для ручной мацы Они срезают и говорят, что они делают это лещем мацот митцва Ради мацот заповедя Теперь нужно, чтобы не попала вода на пшеницу С того момента С того момента, как ее уже можно сжинать Завтра собирается быть дождь И поэтому именно в ближайшие дни Чтобы опередить природу и прогноз погоды Сейчас все выехали, что хотят сделать эту мацот Эти мацот И они жрут ее Сейчас они говорят, что будет завтра еще один солнечный день Но, в принципе, они сжинают для того, чтобы до дождей успеть сжать Чтобы на вот эту пшеницу не попала вода После того, как ее уже можно сжинать Если дождь идет все то время, пока она еще должна расти Нет никаких проблем Но с тех пор, как ей уже не нужна земля Ее можно сжать Если на нее попадет вода, это уже считается, что она не сохранена для того, чтобы сделать ей мацот митцва И поэтому вот эти вот аврехи, которые живут со мной в городе, в Модиин Элит Они сюда приехали и они сжинают, видите, ручную мацу Обычным серпом Это делали 20 лет назад Вот такая вот еврейская экзотика Большое спасибо Здесь вы увидите еще один процесс, который называется провеять Видите, тоже совершенно старым-старым, древним-древним способом Ветер уносит то, что легкое А зернышки падают в ведро И таким образом получается Эти парни, которые так делают, они даже без терпа приехали и все Брали прямо-прямо руками Вот мы взяли тут еще раз, показали вам фотографов С их замечательной техникой Вот эти хасиды, смотрите, какие хасиды Прямо в лапсердаках Рэби приехал для того, чтобы сделать мацу от муца Ах, красотища! Вот Вы можете почувствовать эту необыкновенную атмосферу людей, которые ездят, чтобы выполнить заповедь и прикасаются к природе Не знаю, меня это просто поразило И все это очень близко Какие-то 15 минут от дома Обратите внимание на пейзаж Не знаю Вот эти горы на фоне Есть в них что-то Этот хасид, который собирает, сжигает пшеницу Как-то что-то в этом такое особенное И закат Спасибо 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 Спасибо